друзья мои добрый день я рада вас приветствовать на своем канале и вы знаете сегодня хочу вам рассказать одну новость вернее должна не так хочу показать подарок от природы вот хотите верьте хотите нет вы знаете ну вот мне валечка кременко моя дорогая подписчица уважаемая любимая значит присылала семена зизи фусуанаби крупноплодного я его посеяла их посеяла эти семена пять штук вот здесь рядом с виноградом на зиму укрыла чтоб они не вымерзли но думаю весной они пройдут стратификацию и взойдут я конечно сделала наверное глупость надо было три посеять а два оставить и посеять в горшочке но теперь что же об этом говорить и вот друзья весной я увидела всходы ну какие-то странные совсем не похожи на сходы кустарников потому что зизи фусуанаби это кустарник высокорослый кустарник он вырастает высотой дерева и большой конечно же всход у него должен идти соответственно соответствующий тем более что я села зизи фусуанаби у меня есть но у меня мелкоплодный вот и вы представьте себе смотрю нет совсем не то одно сначала взошло смотрю похоже на огуречное на дынивая такой всход думаю ну пусть растет раз зизи фус не взошел пусть хоть растет то что взошло естественно он стал расти 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 смотрю похоже на огурдыню потому что листья не как у дыни вот ну огурцы далеко конечно если бы огурцы рядом были может быть можно было сравнить но все равно не похоже даже на огуречный лист я решила что это огурдыня или скорее всего дыни рог потому что у дыни рог такие же остренькие листочки вот видите вот так вот остренький он думает дыни рог ну ладно пусть растет пусть растет раз уже выросла пусть растет но когда стали образовываться плоды я удивилась вообще не похожи на дыню рог и на огурдыню кстати тоже я вообще была поражена что это за растение понимаете ну думаю ладно пусть смотрю плодики есть значит это что-то такое съедобное не может же быть что она дикое что-то могло взойти похоже тем более на дыню огурдыню друзья мои и вот теперь же сейчас когда плоды становятся крупными я теперь поняла что это за растение оказывается это армянский огурец да друзья в прошлом году я сеяла армянские огурцы выросло всего два плода и то они у меня переросли стали очень грубыми я их просто выкинула и похоже я выкидывала вот сюда потому что здесь у меня было вот здесь вот все все эти ветки и от огурцов от помидор все потому что я потом их жгла вот и естественно что то жгла что-то залаживала в кучи такие чтобы перегнивали вот там у меня одна куча что я там сносила туда все такое мягкое чтобы веток сильно крупных не было и там у меня сейчас растут дыня и арбуз и вот представьте себе когда уже я поняла что это и не дыня рог и не огурдыня и не дыня вообще оказывается армянский огурец посмотрите видите вот он пожалуйста вам посмотрите как удивительно он перезимовал и сам зашел и вы знаете сколько на нем плодов вот когда я села просто так как обычный огурец вообще ничего толком не было один год правда были хорошие вы посмотрите сколько завязи друзья мои и что удивительно почему-то оказались два разных посмотрите вот такой вот видите вот зеленый он есть огурец зеленый армянский есть огурец армянский белый и что удивительно наверно на одном растении образовался зеленый а на другом белый вы понимаете вообще я в шоке я просто шок я такого не ожидала никогда вы можете себе представить какие сюрпризы нам преподносит природа это только подумать посмотрите везде даже до самого верха зарождаются огурчики то есть перезимовавшие семя получилось очень плодовитым понимаете очень плодовитым я вообще я даже у меня нет слов честно слов вы только посмотрите огурец на огурце вы можете себе представить такое огурец на огурце просто вот посмотрите сколько огурцов а в том году у меня всего два огурца было это какие-то извините за выражение чахотошные понимаете вот ну вообще я я в шоке я в шоке друзья мои я в шоке просто в шоке и все я вот не знаю конечно вот это зеленого армянского огурца если честно я даже не видела он у меня взошел но толку с него не было вот не знаю какой на вкус и вообще он это может быть это на огур дынь это точно не похоже и на дынь урок тоже не похоже я вообще 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 в шоке друзья так я теперь решила что надо сделать выше подвязку чтобы и соединить с виноградной вот тут подвязкой пускай они плетутся потому что они растут очень высокими но вы только подумайте вот видите как природа нам показывает что мы неправильно делаем то есть оказывается его нужно держать это семечко в холодильнике какое-то время а потом высеять и вот он даст такой вот приличный урожай вы представляете себе друзья мои ну вообще ну вот это все что я хотела вам сегодня нового сказать вы знаете для меня вы даже не представляете настоящий шок вот шок я не ожидала я знаю что дыни могут вырасти когда вот кинешься ну вот бывает кидаешь дыньку пропавшую и разлетаются семечки и сходят на следующий год семена дыньки ну я не знаю на севере не знаю у нас точно сходят и бывают растут и дают урожай вот у меня в прошлом году вот там на огороде были вот в той стороне были дыньки такие я я их выращивала выросла одна дынька на ней но правда жара такая была темная она не вязана была и она просто одну дыньку дала и сгорела растение а это вот вы представляете вот пожалуйста растет на улице взошло но естественно она не просто лежала так вот я же закрывала здесь шифером виноград чтоб не замерз и вот вы представляете под шифером оказывается вот такое дело ну удивительно друзья мои просто удивительно надо смотреть присматриваться как ведут себя растения в той или иной при той или иной погоде при вообще вы знаете вот сколько можно сюрпризов ожидать от растений мы даже не представляем что это такое за растение и как с ними вообще за ними ухаживать ведь томаты вот возьмите томаты мы ведь тоже у меня сколько сходит самих вот могу даже показать вам посмотрите вот взошли два томатика у меня сами я их не сеяла смотрите друзья мои посмотрите вы посмотрите уже сколько на них томатика вот видите взошли они в июне месяце очень поздно конечно же но оказывается они вот посмотрите видите вы посмотрите улеплены улеплены и просто улеплены помидорчиками это о чем говорит о том что растение успевает вырасти когда ему надо дать плоды и конечно же поспей там да и очень много всходят вот пожалуйста вот он зашел посмотрите вот они посмотрите по сходили помидорчики вон они помидорчики сами зашли никто их там не сажал понимаете какое дело дыни всходят сами нет арбузы не всходят потому что они видно теплолюбивые я уже сколько раз пробовала потому что заметила что да не всходит арбуза не всходит нет и много много чего свекла если осеется семена она тоже взойдет на следующий год лук морковка вы понимаете какое дело мы мы всегда говорим что это теплолюбивые растения друзья мои но ведь вспомните был ледниковый период а растения выжили то есть они прекрасно сохраняются в холодных условиях представляете а мы даже понятия этого не имеем мы понятия не имеем как правильно их растите как правильно делать мы торопимся спешим чтобы вырасти а они оказывается умеют это делать сами прекрасно представляете друзья мои ну вот пожалуй это все что я хотела вам рассказать я вы знаете я в шоке вот я не знаю как вы а я в шоке вот и все ну что друзья спасибо вот теперь один оставлю на семена если хорошо вызрюют семена значит соберу семена и будет много семян вот так друзья вот такие огурцы эти вырастают до метра в длину друзья до метра сети у меня один год выросла 86 сантиметров и что-то два с лишним килограмма весело вот так ну где-то у меня там фотография есть я вам обязательно вставлю фотографию и покажу что представляет из себя армянский огурец на этом друзья до свидания спасибо что вы посмотрели с вами была валентина канал провинциальная женщина